Всем привет! Меня зовут Сергей Гусев. Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем говорить о рисунке, живописи и композиции. И сегодня я покажу, как написать портрет масла на холсте. Размер моего холста 40х50 см, но вы можете взять и другой размер, можно взять немного больше, например, 50х60 см. Я бы не стал брать какой-то очень большой холст, потому что это все-таки портрет, голова. Так что, я думаю, 40х50 или 50х60 вполне достаточно. Также нам понадобятся масляные краски, разбавитель и графитный карандаш, для того, чтобы выполнять подготовительный рисунок. Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на канал, впереди выходят новые интересные видео. Также подпишитесь на мои социальные сети Facebook и Instagram, ссылки, надеюсь, в описании. Итак, если вы готовы, то давайте начнем. Как обычно, я начинаю с подготовительного рисунка. Если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что можно начинать углем, карандашом или кистью. И если вы начинающий, и у вас нет достаточно опыта в рисовании углем, то можно взять графитный карандаш. Он более удобен и также отлично подходит для рисунка. Я начинаю с больших пропорций. Как правило, я не рисую детали. Намечаю композицию. Постарайтесь не делать голову слишком большой или слишком маленькой. И постарайтесь ее разместить приблизительно по центру. Так как у нас портрет фаз, то имеет смысл изображать голову в центре холста. Итак, я делаю достаточно быстрый набросок. Не трачу очень много времени. Где-то я подключаю пятно, чтобы отделить одну плоскость от другой, чтобы немножко выявить объем и переломы формы. То есть имеет смысл проложить тени на переломах формы. На скуле, по поверхности носа, тем глазнице, то есть на костной основе головы. На деталях мы особенно долго не работаем, но так как глаза у нас являются достаточно важной деталью, то имеет смысл немножко больше порисовать их, убедиться, что они на одном уровне, одного размера, находятся не слишком близко или далеко друг от друга и так далее. То есть немножко порисовать. После того, как мы закончили эту стадию, то мы начинаем подмалевок. Подмалевок тоже можно выполнять разными способами. Можно использовать одну краску, две, три краски. Можно использовать все краски с вашей палитры. Но я использую просто умбру натуральную и разбавитель пеньен. Белил использовать не надо. Просто используйте одну краску, достаточно прозрачно, и начинайте от темных пятен. От больших темных пятен. Тени, фон, волосы. Все это надо заложить уже в самом начале, чтобы убедиться, что у нас верны тональные отношения. Помните, что тени будут всегда темнее цветов. Даже самые светлые тени будут темнее, чем любой самый плотный полутон. Это основное правило. Его напомним всегда, когда вы рисуете или пишете, неважно в какой технике. Масло, акрил, куашь, акварель. Эти все правила, о которых я говорю, применимы в любой технике. Они универсальны. Ну вот, вы видите, что я наметил тени. Немножко попишу глаза, потому что это тоже достаточно сильный тональный акцент. Зрачки достаточно темные, почти черные. Наметьте веки, тени над верхними веками. Продолжайте рисовать, проверяйте пропорции. Где-то после теней можно подключить плотные полутона. Помните, что свет падает сверху, поэтому к низу голова будет плотнее, темнее. Соответственно, начинайте с нижних плоскостей. И потом можно поработать немного над лбом. Тоже достаточно быстрая стадия. Не стоит слишком долго задерживаться на ней. Главное в этой стадии просто наметить тональное отношение. Показать, что темнее, что светлее. После этого можно сразу переходить к прописке, к первому слою. Тоже начинать имеет смысл с темных участков. Я подключаю фон. Всегда легче писать голову, цвет лица, когда есть темное окружение. Потому что, если холст белый, и цвет лица тоже достаточно светлый, очень сложно взять светлые полутона к белому холсту. Особенно, опять же, для начинающих. Поэтому окружите голову темными красками. Подключите фон, тени, немного одежду. И потом переходите к плотным полутонам. На самом деле, можно и по-другому писать. Но это достаточно такой простой способ, который помогает избежать многих ошибок. Вот, подключаете полутона. В данном случае у нас будет источник освещения теплое электричество. Поэтому свет будет теплым, тени холодные. Вначале, как всегда, можно усилить эти отношения. Добавляйте больше теплых оттенков в цвета. Пока мы тоже не рисуем, просто набираем текстуру. Кладем краску на холст. Краску можно смешивать прямо на холсте. Не надо ее долго месить на палитре. Смешивайте 2-3 цвета, плюс белило. Не используйте коричневые, умбры, черные. Они только загрязняют цвет. Постарайтесь поставить более чистыми оттенками. И если краска слишком яркие, то в конце можно чуть-чуть прорессировать. Хотя, как правило, слишком ярко писать не получается у начинающих. Вот сейчас я добавляю белило. Работаю по всей поверхности холста, портрета. Пишу достаточно пастозно. И использую щетиную кисть, достаточно широкую. Просто закладываем большие пятна. Пока не думаем о деталях. Просто смотрим, что темнее, что светлее, что холоднее, что теплее. Тени можно взять похолоднее. Как я сказал, имеет смысл обострять отношения в начале работы. Смешайте ультрамарин, цирулиум. Добавьте немножко кроплака, белил. И этот цвет пойдет для рефлексов тени. Также параллельно поработайте над фоном. Когда работаете над фоном, то уточняйте силуэт головы. То есть не просто пишите фон, а смотрите, как он подходит к голове. Таким образом корректируйте силуэт головы. Потом подключите волосы. Также темное пятно. Начинаем с теней. Тени холодные. Света будут теплее. Вначале я всегда работаю щетиной кистью. Она достаточно удобна для того, чтобы, во-первых, набирать краску. Укладывать ее на холст. Чтобы мазки слишком не стушевывать. И также она вполне подходит для конструкции. То есть чтобы строить плоскости, большие плоскости, а затем более мелкие. Сейчас можно немножко порисовать глаза. Работаем над цветом. Работаем над тональными отношениями. Немного над конструкцией. Помните, что глаз – это шарообразная форма. Большая и сложная конструкция. Помните о том, что все детали, которые находятся на поверхности глаза, также имеют шарообразную форму. То есть они поворачиваются к свету. И от света меняется тон, меняется цвет, тепло-холодность. Все это надо учитывать. Если вы забудете про это, то глаз, скорее всего, будет выглядеть таким плоским, немножко выкрашенным, слишком белым, возможно. И это, конечно же, ошибка в рисовании глаза. Я достаточно часто говорю, что когда возникают какие-то вопросы, можно взять просто лист бумаги и порисовать ту деталь, которая вам непонятна. Попытаться разобраться в этом, потому что, если вы это поймете один раз, вы сможете легко это применять во всех своих последующих работах. А если вы не понимаете конструкцию, то без конца будут появляться все новые и новые ошибки. Когда вы пишете губы, то главное помнить, что верхняя губа, как правило, отворачивается от света, а нижняя, наоборот, сильно развернута к нему. То есть она будет светлее и теплее в данном случае, а верхняя, наоборот, будет темнее и холоднее. Когда мы поработали над лицом, можно немножко поработать над окружением, описать одежду. Мы тоже работаем в пятне. Постарайтесь видеть цельно, просто свет и тень. Возвращаемся к голове и уже более внимательно начинаем отрисовывать. То есть где-то смотрим на индивидуальные особенности данного человека, на характер формы. Даже когда мы пишем волосы, смотрите, как они лежат на поверхности головы, как они уходят в тень, в рефлекс, потом поворачиваются к свету. Все это достаточно важно. Все-таки портрет. Это достаточно ответственное задание. Не забывайте о сходстве. Сейчас я работаю над волосами, добавляю туда холодных оттенков. Много рефлексов. Ближе к концу портрета. Надо поработать над деталями повнимательнее. Над сходством, над пропорциями. Опять вернуться немного к рисованию. Убедиться, что пока мы писали, мы не допустили каких-то больших ошибок в рисунке. Потому что когда мы пишем, как правда рисунок сбивается. Это вполне нормально. Просто надо постоянно уточнять его, проверять. Поставьте блики в глазу. Блики будут в данном случае немножко теплые. Потому что свет теплый. То есть когда вы будете писать блики, смешайте не просто белил. Добавьте туда немножко. Можно добавить охры. Желтый или золотистый. Или можно добавить немного кадмия желтого. Только не слишком много. Также в конце достаточно важно вставлять тональные акценты. То есть убедиться, что у нас есть сильные контрастные тени. И также достаточно светлые полутона. И в самом конце, когда мы уже убедились, что у нас нет ошибок в рисунке, в тональных отношениях, в цветовых, можно уже немножко больше порисовать детали. Взять тонкую синтетику, острую. И уже порисовать такие индивидуальные черты лица, особенности глаза. Немножко даже посрисовывать. То есть просто покопировать то, что мы видим. Когда вы пишете глаза, то помните, что радужная оболочка в центре светлее. Поэтому добавьте туда немножко больше света, рефлексов. Не надо делать контуры зрачка слишком жестким. Все-таки он находится в глубине. Помните, что есть еще роговица, которая покрывает и зрачок, и радужную оболочку. На ее поверхности находится блик. И этот блик, он будет ближе к нам. Зрачок будет в глубине. Когда мы пишем глаз, это достаточно важно подчеркнуть. Ну вот поработайте чуть больше над глазами. Убедитесь, что они похожи, они выразительны, что это не только глаз, но и взгляд. Когда вы закончите глаза, то посмотрите, нет ли каких-то ошибок. И если вам все нравится, то работу можно заканчивать. И вот сейчас мы смотрим, как эта работа выглядит вблизи. И текстуры. Вы видите, что она написана достаточно пастозно. То есть есть достаточно плотный красочный слой. И это достаточно важно и интересно в живописи, чтобы была разница в фактурах. И так я закончил этот портрет. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, если это видео вам понравилось. Также делитесь с ним в социальных сетях с вашими друзьями. Подпишитесь на этот канал. Скоро выйдут новые видео. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки в описании и на экране. Я желаю творческих успехов в живописи и рисунке. И до скорых встреч. Всем пока.